читая карту понимаем из чего мы состоим то есть каждая планета является некой нейронной связи в нашем мозгу то есть грубо говоря сама карта это рентген мозга и вот мы видим что в мозгу есть вот такие-то соединения но это все запечатлено да в недвижимом кадре поэтому вы как бы узнавая эту информацию можете только размышлять на эту тему что вот это у меня там есть этого нет но если вы хотите по-настоящему понять работает эта планета или нет то вам либо самим нужно научиться делать прогноз либо до воспользоваться услугами астролога здесь когда вам говорят прогноз например у вас должно быть очень хорошее денежное время у вас там какой-нибудь период до в один месяц и например солнце у вас в одиннадцатом доме здесь есть важные составляющие если вам астролог об этом сказал и вы при этом подготовились к этому вы не просто сидели и ждали этот период я вам сразу скажу что если вы ничего не делаем ничего не будет мы подготовились мы как что-то организовали там какой-то бизнес не знаю куда-то вы вложили деньги и вы потратили свою энергию наступает этот период и абсолютно ничего не происходит из того что должно быть то же самое когда вам да говорят что это идеальное время для отношений наступает юпитер венера седьмой дом вы делаете усилия вы там в тиндере со всеми знакомитесь ходите на вечеринке и ничего то есть даже близко даже какого-то партнера не появляется если вы вот это очень важно сделали усилие при этом не получили результата значит эта планета множество периодов игнорировалась вам и значит в плане психологическом вы просто не понимаете как с ней работать это значит что нужен не один период проработки а несколько нужно будет высчитать когда эта планета будет возникать снова сделать сделать усилие чтобы она заработала знаете как это когда хотят завести мотоцикл 2 и потом фух и все и она взорвет потому что бывает что планета может быть достаточно хорошо расположена да и с виду она выглядит достаточно неплохо просто иногда мы не обращаем внимание на навамшу не смотрим в градусы на аспекты там может быть невидимое повреждение которое может мешать но также бывают такие случаи что планета сильная и у нее все хорошо но происходит период другой планеты она все лавры забрала себе либо как в картах близнецов я вот замечал люди абсолютно с одинаковыми картами у них одинаковый период но почему-то они один чувствует это солнце там в одиннадцатом другой нет он из своих нейронов выбрал другую часть проработки до себя и не решил солнце не развивать и в итоге в период солнца у него провал и это говорит о том что у нас есть воля мы можем решать что прорабатывать и что нет и когда поэтому планеты это алгоритм это не то что нами управляет но с другой стороны они управляют нами как и с умом ваш ум управляет вами или вы управляете им это решает человек подумайте над этим с вами был макс амир